Храм находится на севере, но ты всё равно ничто перед нами. Муха-ха-ха! Субтитры делал DimaTorzok У меня это всё получится. Я мучилась-мучилась со своим эмулятором, который Gens называется. Так у меня ничего с сохранением не получилось. Но огромное спасибо Лое и Аурелию, которые скинули мне другой хороший эмулятор, с которым всё в порядке. С сохранениями и, в общем-то, с управлением тоже я уже разобралась. Немножко отличается от того, к которому я успела привыкнуть. Но, тем не менее, ничего особо сложного тут нет. Поэтому, да, ребят, спасибо вам. Let's Play может продолжаться. Я пока пыталась тут мучиться со всеми этими сохранениями. Уже, наверное, раз в 10 первый уровень перепрошла. Знаю его на зубок. И так получилось, что я уже даже проходила дальше. Но, опять же, по некоторым проблемкам с записью, я просто немного ещё решила подшаманить со своим микрофоном, чтобы звук был лучшим. Мне казалось, что микрофон у меня слишком сильно орёт. Ну и какие-то шумы, которые на фоне возникают. Например, когда вентилятор включается, вы это можете слышать. И это всё неприятно, я понимаю. Поэтому мне хотелось как-то проблему решить. Но почему-то мой микрофон, когда я нажала на кнопочку, как же там, подавление шума или подавление эха, что-то из этого, у меня, наоборот, появился просто дикий шум при записи микрофона. Я потом, когда переслушивала, подумала, ну нафиг. Из-за него музыки-то толком не слышно было. Да и вообще какой-то статичный шум на фоне. Оно кому надо. Обидно, что очень много моих эмоций, конечно, опять же пропадает. Что я уже не буду так удивляться тому, что вижу, в общем, мало искренности. Но зато качественнее, что ли. Качество качественнее, хотела сказать. Вот как-то так. Ладно. Хватит болтать. Давайте драться с летучими мышами. Я что, так быстро убила, что ли? Ну тут у нас ещё одна есть. Хорошо. А ещё, кстати говоря, на записи можно очень хорошо слышать, как я долблю по клавишам. Поэтому я тоже вот хотела как-то, может, этот звук убрать посторонний. Но сейчас я не знаю. Потом буду переслушивать уже эту серию. Я посмотрю, будет там слышно что-нибудь или нет. Смотрите, какая вариативность. Можем подняться наверх сейчас. Там будет бомба, которую можно будет сбросить на привычного нам существа. Я вот не знаю, как их толком обозвать. Но пусть будет огненный монстр. Я ассоциирую его с огнём, потому что он оранжевого цвета. И потому что он, можно сказать, катил на нас бочку с горящим пропаном, наверное, или бензином. В общем, с каким-то горючим. Но мы можем пойти ещё вот сюда. И, по-моему, здесь у нас такой более изимод пойдёт, что ли. То есть такие враги, которые не нанесут столько урона, сколько нанесли бы мне, вот если бы я пошла налево. Поэтому давайте будем идти направо. Оказывается, что вот эти вот, я даже не знаю, клетки, не клетки, короче, с цепями, откуда вылазят скорпионы. Их можно просто вот так вот лупасить. Фух, я рада, что всё кончилось. Да, я тоже рада, но как бы ещё не всё. Ещё совсем не всё, скетч. Тебе ещё предстоит попотеть, мой дорогой. Так. Что, опять? Да, опять. Такие вот дела. А ты думал, в сказку попал? Это хоть и комикс, который нарисовал ты, но... Ты ведь сам нарисовал что-то вроде постапокалипсиса с мутантами. Наш злодей, который вырвался на свободу, он как бы просто для себя сейчас перерисовывает какие-то моменты и добавляет нам мутант. А вот, кстати, как его зовут, по-моему, мы так и не выяснили. Ой, зараза! Тихо, тихо, тихо! Ещё ты здесь! Неудобно мне теперь, что кнопка прыжка находится слева. В смысле, наоборот. Кнопка удара находится слева, а прыжка справа. Раньше было немножко наоборот. Но ничего, я привыкну. Но это, в принципе, не критично совершенно. Староват-то, говорит, твой приёмчик. Мне безумно нравятся диалоги в этой игре. Я хоть, конечно, не успеваю её все читать. Так, подожди, а что он делает? Он, по-моему, от нас закрывается, и поэтому мы... Ух ты, господи! Смотрите, что делает! Нахал какой! Он просто использует защиту, и поэтому я не могу его победить. Хотя, вроде бы, он простой совершенно. Это же самые такие начальные монстры. Самая вот... Какой еды... А, кстати, вот эта прикольная штука. Я пробовала ей пользоваться, но она, знаете, что делает? Она должна, по-моему, уничтожать монстров на одном экране. Если мы вот сейчас с ними столкнёмся, я её попробую. У меня тут мысля ещё мелькнула, пока я вот бегала и играла. Что внешностью скетч кого-то мне очень напоминал. И знаете, как мне кажется, кого? Если смотрели фильм Тарантино «Прирождённые убийцы», то он напоминает мне... Как его звали? Микки Нокс, да. Главного героя, которого играл... Я вот сейчас тоже имя не помню, но вообще я этого актёра хорошо запомнила. А, Вуди Харрельсон, господи, всё. Вуди Харрельсон, да. Так вот, он там тоже в очках, с хвостиком, и весь такой из себя брутальный. И у него есть возлюбленная, с которой они совершают всякие зверства. Смотрите ещё, за что стоит полюбить эту игру. Это, казалось бы, обычный битэмап, где мужик брутального вида, сурового, просто должен бить врагов. Вот, собственно, и всё. Драки. Главное. Но здесь есть какие-то квестовые элементы, и это, чёрт возьми, потрясающе, по-моему. Вот сейчас мы должны что-то сделать с этим замком, для того, чтобы беспрепятственно пройти дальше. Так, погоди, я уже сделала неправильный. Сейчас я вспомню, как это делается. Раз. И два. Вот, собственно, и всё. Я первый раз так орала, когда у меня получилось эту загадку решить. Хотя она, в принципе, очень даже лёгкая. Так, отлично. Скорпионы. Скетч, кстати, говорит, Алиса, я понял, мутантам нужны эти гадкие твари для еды. Но кто это ест? И затем нужны все эти аквариумы. Скетч, мой сканер взбесился. И вот тут, ребята, у нас с вами появляются такие замечательные зелёные шипастики-зубастики. Мне нравится, как Скетч говорит, здесь рождаются мутантики. И вообще он выглядит-то он брутальным мужиком, но вот у него есть крыса, и он так к ней и относится, знаете, с любовью. Напоминает истории, которые можно читать в каких-нибудь пабликах, типа подсунься на стол. Вот у меня есть там молодой человек, он байкер, брутальный, бородатый, носит косухи там всякие. Но он обожает смотреть видео с котятами, например, или у него игрушка какая-то есть, что-то типа котика. Они ещё в нас выстреливают, кстати, какую-то слизью, да, но мы им даже не позволяем этого делать. Скетч, да, ты на удивление в хорошей форме. Вот ты вроде как просто занимаешься комиксами, сидишь там у себя в студии, рисуешь, и, может, время от времени выступаешь с музыкальной группой, или как ты, может, ты солист, я не знаю, может, просто на гитаре играешь, или падёшь, или чё-то так делаешь, что ещё. Но ты в хорошей физической форме, видимо, подготовка у тебя была, будь здоров. И здесь мы можем найти чудодейственный напиток, вот это вот очень здорово, который нам поднимет здоровье. Давайте возьмём нашу крысу. Можно было, кстати, вот воспользоваться этим самым супер кулаком, но я пока не стала этого делать. И сейчас можно я сделаю вот так. В смысле, эррор. То есть у меня не получилось сохраниться. Погодите минуточку. В общем, мне это не нравится. Раньше можно было так сделать, сейчас нет. Ну ладно. Хорошо, допустим, сейчас мы обойдёмся без сейвстета. Я, в принципе, уже знаю, как со следующим монстром разбираться, поэтому думаю, особых проблем у нас не возникнет. У нас здесь... Короче говоря, здесь у нас есть Мама Мутант. Вот. Так, погоди, по-моему, мы как-то... Да, мы как-то можем пройти... Пройти через неё и... В общем-то, подпалить её. Как говорится, пожуй-ка огоньку. И так она у нас, по идее, должна бы меньше хп, что ли, снять. Хотя, по-моему, мы всё равно много потеряли. Да, well done, я знаю. Вот это отдых. И не говори-ка скетч. Таким образом, как я понимаю, мы с вами полностью прошли первый эпизод. То есть, два уровня у нас уже позади. Мне безумно не нравится, почему нельзя было сделать сейвстет. Эпизод второй. Называется «Тайна храма Шаоли». И, в общем-то... Сейчас сделаю паузу на секунду. В общем-то, я уже видела начало этого уровня, но меня тогда, к сожалению, прервали. Давайте-ка я сейчас ещё раз сделаю паузу на секунду. О, кстати, скетч говорит «Сега» на паузе. Это забавно. Сейчас я сделаю паузу и попробую всё-таки сделать хотя бы одно сохранение. Потому что что-то как-то не круто всё. Сейвстет сделать не получилось. Но получилось просто сохраниться. Эти земли принадлежат монастырю. Мы с вами оказываемся в Гималаях. Так, смотри, Мортус. Вот как зовут нашего главного противника. Он устроил здесь что-то он там, в общем, устроил нехорошее. И нам, естественно, нужно идти и разбираться, что к чему. Его зовут Мортус. Классное имечко для монстра, который хочет уничтожить мир. Не правда ли? Скетч, ты готов? Ты не замёрзнешь, кстати, блин? Тут снег идёт, а он ни в шубе, ни в чём-то таком. Тибет-сити. Блин, это круто, сражаться в турнире. Да, можно и так сказать. Я специально к вам приехал. Я тут стрим один недавно пересматривала. Там говорилось, что к нашему фломастеру какой-то фильм приехал. Сразиться специально. Да, фломастер у нас такой. Он может. Ну, я крут? Конечно. Кто бы сомневался? Конечно, ты крутой. Мне кажется, все девушки от тебя без ума. Мало того, что ты дерёшься прекрасно, да у тебя ещё, в принципе, и внешность такая. Я уже говорила, по-моему, что мне нравятся парни с такими волосами. Он ещё и блондин. Короче, просто, просто мечта, понимаете? Надо было, кстати, хватит уже своей палкой от меня закрываться. Всё, можем перейти на следующую локацию, но давайте попробуем выпустить нашего мыша. Вдруг он нам ещё полезное найдёт. Потому что у нас в инвентаре вообще нифига нет. Там, между делом, можем осмотреться. Горы, черепа вот эти вот насаженные на колья. По-моему, это как раз-таки для Тибета что-то нехарактерное. Это напоминает уже, знаете, холод какой-то. Да и вообще, Тибет, снег. А, ну хотя там же горы, чё я удивляюсь. Там же горы, поэтому ничего удивительного нет. Слушайте, а если сейчас попробовать? Нет, с их стедами делаются. Ладно, я потом с этим разберусь. Я надеюсь, что это и правда не критично. Думаешь, тебе это пригодится? А что там? Надо разбить эти ящики, а ли как? Слушай, мне что-то как-то... Мне страшно их разбивать, но там, наверное, есть что-то... Ага, ну ты даёшь, Тёрнер. Вот видите, всё получается. Мы себе снесли кучу здоровья, и восполнить-то его мы теперь не сможем, наверное. Вообще никак. Надо было бомбу взять! Вот эту вот самую. Да-да-да. Слишком поздно я сообразила. Ну ладно, давайте попробуем пройти дальше. Если что, я загружусь с начала уровня. И там уже разберёмся, всё к чему. Хватит скричать тут на меня. Вы, кстати, откуда? А, у вас тут яма какая-то. Вы отсюда появляетесь, да? Эти ребята вездесущие. Да не говори-ка. Они везде. Они заполонили комикс твой. Чёрт, мне кажется, мне хана. Прости меня, скетч. Мне кажется, ты сейчас помрёшь. Безвременной смертью. Ну иди сюда уже. Мне кажется, просто... Я же пока с ними со всеми не разберусь, мне... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, ну я ж не умею так высоко летать, как вы. А, слушайте, меня пропускают. Вроде как, но тут... Может, нам вот здесь бомба пригодится, а? Но он ведь ещё, знаете, он когда дерётся, он как бы тоже свои силы расходует. Поэтому... Короче, мне всё. Меня же судьба. Убьют меня сейчас. Может, мне в... Да я даже вниз не могу спуститься. Да давайте уже, вы свалите отсюда. Почему вас так много? Бесконечные вы что... Походу, они бесконечные. Так, отлично, взрыв случился. Давай уже куда-нибудь. Я просто... Я даже не знаю, куда. Ээээ... А что случилось? Подожди, на этом история окончается? Хе-хе-хе. Ладно, ребят. Сейчас перезагрузимся. А, слушайте. Нас уже выбрасывают в начале этого уровня. То есть, слава богу, что мы хотя бы не с начала игры проходим. Значит, нас автоматически сохраняют на самом... С самом начале. Устроил лагерь для тренировок. Вот что он тут устроил. Хорошо, мы сходим и узнаем. Вот, ну давай сначала... Ой, какая штука нам попалась. А почему, кстати, она у нас исчезла? Может... Потому что нас убили или нет? У нас же был такой, типа, супер кулак. Надо, наверное, посмотреть, как он действует. Знаете где? Вот как раз там, где на нас мыши вылетали. Тут-то, по идее, я смогу справиться с этим человеком. Хоть он и закрывается постоянно. Да, можно же и приседать. Есть несколько позиций для ударов. Я просто молочу по нему кулаками и все. Тебе меня не одолеть. Я комиксы рисую. Это знаешь ли тебе не кухры-мухры. Ты, безусловно, крут. Ай-яй-яй, ай-яй, блин, огнем нас. Слезать что? Давай ты не будешь меня оскорблять. Я вообще, может быть, с миром к тебе пришел. Это вы первые драться начали. Погоньте вы меня выпускать. Так. Есть, получилось. Хорошо. Давай, мыша, ищи. По-моему, здесь должно быть что-то. Или нет. Или это не здесь. Наверное, дальше. Ай! Я осталась без мыши. Вот как я так могла, а? И что мне делать-то теперь? А теперь я бомбу не достану. Вот это вот, по-моему, самое... Самое дурацкое. Вот, кстати, я так и не пойму, чего он этим самым добивается. Когда так делает. Может, ну нафиг тогда. Просто спуститься вниз и... И все. Но я ведь теперь и здесь бомбу не достану. Вот в чем прикол. Очень обидно, что можно так вот запросто потерять крысу, а потом без нее нифига не достать. Потому что, видите, если самостоятельно это бить, то уходит очень много хп. Давайте-ка, знаете что, я все-таки перезагружусь. Хоть это не совсем честно. Дорогие мои ребята. Похоже, что эта игра испытывает меня на прочность. Попыталась записать вторую серию, потом переслушиваю. Оказалось, что голос у меня улетел куда-то вообще вперед картинки. Фиг его знает, почему так получилось. Видимо, накрутила что-то, пытаясь улучшить настройки микрофона и настройки записи. Начинать будем мы с этого места. Я уровень вот этот вот... Первый, получается, как бы под уровень второго эпизода. Я его так и не прошла, но была очень близка к его завершению. Ну да ладно. Чего уж тут поделать. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, мой дорогой. Мы тут, знаете, что делали? Мы тут в храме сражались. Этот храм будет немножечко позже. Там было довольно-таки много противников. Так, скетч, давай. Дерись. А, это еще не все, да? Я думала, что все покончено. Ну, хорошо. Ты у нас крут, конечно. Кажется, нет. Ну, не знаю, не знаю. Я не помню. Говорила я что-то интересное и значимое на предыдущей записи или нет. Уже и времени, честно говоря, довольно много прошло с момента того, как я последний раз в игру заходила. Ну, очень надеюсь, что сейчас мне времени хватит ее пройти. Гломастер написал, что она довольно-таки небольшая. С одной стороны обидно, с другой стороны хорошо, если я быстро ее пройду. Обидно, потому что она клевая. Вот правда. Так, хорошо. Мы нашли бомбу, но вот эти вот ящики, я так поняла, взрывать вообще нельзя. Если и подрывать... Так, погоди, погоди, погоди. Если и подрывать, то вот это вот. Да, господи, куда ты ее поставил? Идиот. Я теперь вниз не смогу спуститься. Зачем я это сделала? Кто мне скажет? Непонятно зачем. Потому что эта штука вообще, она не работает. Никак. Есть ли смысл вот сражаться с этими существами? Они же будут постоянно продолжать вылетать из ямы. Может мне хотя бы тебя побить? Но он все равно так спуститься не может. Слушайте, наверное, мне снова придется переигрывать, потому что это такой момент идиотский. И я еще поняла, почему я не могу делать сейвстеты. Скорее всего, потому что я уже играю на сохранение. Вот почему. Ох, ирония судьбы. Ладно, сейчас перезагружусь и попробую все сделать как надо. Хорошо, ребят, я это место прошла, но опять же у меня потеряно слишком много хп, я не знаю. Либо я захожу сюда и он с этой штукой сделать ничего не может, только пройти через нее, при этом потеряв здоровье. Но тут еще и стригл, с которым приходится сражаться. Вот этот человечек зеленым. Либо идти поверху, где стоят эти все ящики, и у нас придется огнем череп. Тоже колоссальная потеря хрипет просто получается. А как его восстанавливать, я не знаю, потому что крыса ничего не находит. Такое вот, вот такая вот фигня. Скетч, тут есть кто-то живой. Слушай, ну я и без тебя как бы вижу. Погоди, на сей раз мы взяли бомбу, а по-моему, в прошлый раз крыс нам можно ходил. То есть тут еще предметы могут варьироваться. А может ты мне еще что-нибудь найдешь? Бутылочку, пожалуйста. С грибным соком, да. Мне нужны живительные грибы, для того, чтобы я дальше мог пройти. Потому что дальше меня такой бой ждет. Ой, ребята, я знал, что не стоит идти сюда. Так стоит, по-другому-то никак. Этот турнир для мастеров кунг-фу. Кунг-фу? Хозяин храма, хозяин турнира. А где этот храм? Ха, ну ты шутник, но мы так-то в этот храм и направляемся. Стриглы. И их сразу двое. Господи, я перепутала кнопки опять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не, ну с ними можно своими силами расправиться. Они, в принципе, тяжелые. Ну и, кстати говоря, Фло правильно написал. Удары ногами действительно рулят. Ай, здоровье. Слушайте, катастрофа. Катастрофа. Может мне мышу выпустить? Может она найдет что-нибудь? А-а-а-а. Блин. Это плохая идея была. Мне сейчас крысу... Мне крысу убили. Ха-ха. Черт. Как вы могли? Сволочи. Скучно ему со мной. Сейчас будет весело. Но меня сейчас точно прикончат. Да, потому что видите, что происходит. А-а-а. Как плохо, что здесь нельзя почему-то... Как-то чаще пополнять себе хп. Ну, блин. Ну, ладно. Допустим, мы начнем с начала этого эпизода. Я постараюсь и... Я постараюсь. Я не знаю, как мне... Что мне делать с тем моментом, где вот вообще... Ну, там нереально. Без потери здоровья. Ребят, вот она, драгоценная... Мать ее, бутылочка. Так. Ну что, давайте используем. Хотя, в принципе, здоровья я потеряла мало. Я вот думаю, может мне ее приберечь все-таки, а... Выложить, например, вот этот вот кулак или что-нибудь еще. Хотя, с другой стороны, я теперь знаю, где она находится. Ну, не зря все-таки скетч говорил, что... Мне это пригодится. И все-таки верхний ящик, он был не опасен. И можно было логически допетрить, что именно его нам стоит разбить. Ну, допустим. Хорошо. Восполнили мы себе здоровье до максимума. Теперь мы с вами пойдем вниз. И попробуем все-таки с этими... С этими тварями побороться. Что-то у меня опять начало все подформаживать. Мне это не нравится дико. Так, ребята. Я... Правда, мне пришлось для этого... Куда подсмотреть. Потому что я в упор не понимала, что мне надо делать. Это был просто какой-то ужас. Я, честно говоря, не знаю, что мне делать дальше. Потому что сейчас все равно, по-любому, опять же, мне придется потерять просто тонну хп. Учитесь слабаки. Это ты говоришь, скетч? Ну, знаешь ли. Так, давай попробуем мы с тобой еще раз выпустить крысу. Может, здесь еще есть что-нибудь полезное? Или нету? Ну, давай, ищи. Господи, вот игрушка маленькая на самом деле, но хардовая. Хардовости, блин, ей не занимать. Вот именно по этой причине я опасаюсь записывать на летсплее что-то из старых игр. Просто банальной времени-то, блин, нету. Это все по 10 раз проходить. И вообще, все желание проходить у тебя иссякнет, пока ты будешь застревать на каком-то моменте дурацком. Ох, ну я даже не знаю. Наверное, все равно только сюда. Больше-то и некуда. Ну вот он по нам попал. Так. Теперь он уйдет. А если я использую сейчас вот эту вот штуку? Она уничтожит тебя? Уничтожила. О, круто. Слушайте, и здоровья у нас, в принципе, довольно много. Может, сейчас мне удастся получше пройти. Так, нам дали бомбу. Я, наверное, была бы больше рада, если бы мне все-таки ножик дали. Хотя, наверное, и так неплохо. Ладно, будем драться. Я тут уже пробовала сражаться с ребятами, но, наверное, я этот момент вырежу, потому что там не полностью вся эта битва показана. И там просто очень позорный момент, где у меня очень мало хп, и где я даже крышу сливаю. Просто-напросто у меня ее убивают, поэтому вот такие вот дела. За крысой тут вообще нужно следить, просто как зенит у ока ее беречь. Но стриглы они легкие. Довольно такие. И с ними, я думаю, мы быстро сразимся. Хорошо. Ну, они... Видите, что они делают? Они могут телепортироваться. Заразы такие. Иди к папочке. Я тебе ребра там переломаю. Ну, конечно. Вот этот вот монстряк у нас называется Грэвис. Я буду знать. Огненный монстр, который... Тупой качок. На тебе. Все? Ну, это, конечно, еще не все. Вот эти вот ребята с палками, которые тибетцы, они у нас называются Стиксы. Видимо, по имени той самой подземной реки Стикс. Которой купали Ахилла. Чтобы он стал неуязвимым. Ах, черт. Пол хп уже нет. Только не это. Монгория, покажи ему. Да. Да, Монгория. Давай. Нет, я не жена-ненавистник. Но ты на меня первая полезла. Я с тобой буду сражаться. Да ты не умеешь-то толком ни хрена. Ты только стоишь на месте и все. Какой-то цепочкой там крутишь. И больше ты ничего не делаешь. Не буду я ничего соблюдать. Я просто тебя победю и все. Да, храм находится на севере. Но ты все равно ничто перед нами. Ну, это мы еще посмотрим. Кто у нас тут ничто. Давай, крыс, ищи мне гранату. Я знаю, что она тут есть. Святая граната, да. Так, сохраняться мне здесь или не сохраняться? Давайте-ка я, наверное, все-таки сохранюсь. Потому что здесь у меня ситуация получше, чем была в предыдущем сохранении. Однозначно. Ну, вот, собственно, и все. Теперь мы можем спокойненько метнуть в него гранату. И попытаться пройти дальше. Главное сейчас опять не перепутать кнопки прыжка и удара. Давай, пробей, пожалуйста, пробей. Тут все. Я тебя умоляю, скетч. Давай, давай, давай. Держись, моя лапа. Ааа, нет! Почему ты упал, сволочь? Двигаем. Скетч, я верю, ты сможешь... О, как у тебя быстро на этот раз получилось. Да нет же ж, блин! Да почему? Да как? У меня ушло просто нет на это все. Как пробей же ты тут... Странно. Знаете, мне стыдно. Люди боши проходят на харде, а я тут со старой игрушкой 90-х годов справиться не могу. Причем с сохранениями. Я не понимаю. У меня раньше получалось до него добираться и спрыгивать туда. Теперь он меня огнем просто отшвыривает. Такого раньше не было. Чтоб я даже не допрыгивала. Ну только суньтесь ко мне. Я вас всех поизничтожаю. Как же вы меня заколебали. Вы закончитесь когда-нибудь или нет? Закончитесь, пожалуйста. Господи, мне не верится, что я прошла. Я просто не верю, что я это прошла. И это ведь мы еще не добрались до самого храма-то. Ё-моё! Ой, блин, ребята. Темпл. От зе гейтс. Слушайте, у меня опять хп нифига нет. Вы это серьезно? Как вы хотите, чтобы я это прошла? Ну тут, наверное... Хотя у меня есть бомба, по идее. Я, наверное, эту бомбу сейчас и использую. Но надо сначала расправиться с мышами. С летучими кракозябрами. Ладно, давайте-ка глянем, что у нас здесь. И может быть... И может быть... И может быть, и может быть... Я даже не знаю. Будем заканчивать серию, потому что я уже не могу. В конце концов, сколько можно-то? Я несколько дней пыталась биться с этим уровнем. Эй, а где праздничная встреча? Да вот она. Мы опять будем бороться... Со стиксом. Да, знаете что? Надо было сохраниться. Надо было сохраниться там. Просто-напросто. Но я все еще не теряю надежды найти ту бутылочку. Бутылочка! Мне дали бутылочку! Просто, блин, супер! Хорошо. У нас хотя бы здоровье и не на полную восстановилось. Но, тем не менее, мы смогли его... Смогли восстановить. Да! Ура! Что я вам скажу? В следующей серии уже будем пытаться побить, видимо... Как правильно сказать? Начальника, настоятеля этого храма. В общем, того, кто руководит этими всеми боями в стиле кунг-фу, да, скетч. Понюхай еще напоследок свои ботинки, убедись, что они воняют и продолжи свой путь. Потому что душа здесь нет. Увы. В следующей серии мы с вами продолжим сражаться. А сейчас мне точно нужно взять какое-то время на передышку. Потому что, реально, несколько дней я тут пыталась биться. И вот такие вот дела. Ну и хорошо, что мне все-таки дали хоть время на то, чтобы записать этот дурацкий... Я уже сама не знаю, что я несу. Я устала. Поэтому, ладно. Продолжим в следующий раз. Всем большое спасибо, что вы это посмотрели. Пожалуйста, не кидайте в меня гнилыми помидорами. Хотя я понимаю, как вам сложно от этого удерживаться. Но, пожалуйста, будьте зайками, пайниками и вообще. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем всего хорошего и пока.